Азан.кз представляет Битва Орва В назначенное время к Медине подошли курейшиты вместе с присоединившимися к ним племенами, который старел лагерем у Мучтама Алясаль между Аль-Джурфом и Зуабой. В их войске было четыре тысячи пеших воинов, триста всадников и тысяча верблюдов. Командовал всеми этими силами Абу-Суфьян, а знаменосцем был Усман бин Тальха бин Абу-Тальха аль-Абдари. Затем подошли силы племени Гатафан и присоединившиеся к ним бойцы из племен Неджда. Всего их набралось шесть тысяч человек, и они стали лагерем восточнее Ухуда. Появление столь могущественной армии Устин-Медины стало для ее жителей весьма тяжким и страшным испытанием, как и сказал об этом Аллах Всевышний. «Вспомните, как они напали на вас сверху и снизу, и тогда взоры замерли от страха, сердца поднялись глотком и стали выдумать об Аллахе разное. Там верующие подверглись испытанию и испытали сильное потрясение. 33 сура, 10-11 аят. «Однако Аллах укрепил мусульман, и было так, как сказал Всевышний. Когда верующие увидели союзные племена, они сказали, «Это то, что обещали нам Аллах и посланник его, и правду говорили Аллах и посланник его. И это только увеличило их веру и повиновение». 33 сура, 22 аят. «Что же касается лицемеров и тех, сердца которых были поражены болезнью, то они говорили, «Обещанное нам Аллахом и посланником его оказалось только обманом»» 33 сура, 12 аят. «Посланник Аллаха, мир ему, оставил за себя в Медине ибн Ум-Мактума, а женщинам и детям велел укрыться в башнях. Потом он вывел мусульман за пределы города, и они расположились лагерем, предварительно укрепив его. Их тылы прикрывала гора Саль, а от неверных мусульман отделял ров. Должным образом, подготовившись к наступлению в своем лагере, многобожники двинулись в сторону Медины. Когда они приблизились к мусульманам, то неожиданно увидели перед собой широкий ров, что явилось для них большой неожиданностью. Увидев его, Абу Суфиан воскликнул, С такими хитростями арабы еще не сталкивались. После этого нападавшие стали в ярости сновать вдоль рва, стараясь найти такое место, где они могли бы перейти его. Мусульмане же отгоняли их от краев стрелами и камнями, чтобы те не сумели прорваться в каком-нибудь узком месте или же засыпать ров землей. В результате многобожникам пришлось осадить Медину, но поскольку осада не входила в их планы, они оказались к ней не готовы. Днем они постоянно предпринимали попытки наступления, но мусульмане обстреливали их и сражались с ними, стоя вдоль всей линии рва. Подобные попытки многобожники предпринимали с утра до вечера, мусульмане же были вынуждены постоянно обороняться, в результате чего, как посланник Аллаха, мир ему, так и все остальные могли молиться только после захода солнца, пропуская предшествующие молитвы, поскольку к тому времени порядок молитвы в угрожающих обстоятельствах еще не был известен и узаконен. В один из дней осады группа конных многобожников, среди которых находились Амр бин Абу Ват, Икрима бин Абу Джахль, Дирар бин Аль-Хаттаб и другие, покинула свой лагерь, двинулась к одному из узких мест и переправилась через ров. Они оказались на пространстве между рвом и горой Саль. Однако Али бин Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, с несколькими войнами удалось перекрыть пути отхода к месту их переправы. Тогда Амр бин Абу Ват, который был смелым воином и погубил немало людей, вызвал его на поединок, поскольку действия Али привели его в такую ярость, что он даже спустился на землю со своего коня. Они сразились, и Али убил своего противника, а остальные бросились бежать и были так напуганы, что Икрима потерял свое копье. Анауфоль бин Абдуллах упал в ров и был убит. В результате перестрелок потери обеих сторон были незначительными. Погибло 10 многобожников и 6 мусульман. Сааб бин Муаз, да будет доволен им Аллах, который был тяжело ранен стрелой, обратился к Аллаху с мольбой продлить его жизнь, если война с Курейшитами еще продлится, и дать ему умереть от этой раны, если она завершится в скором времени. Предательство племени Бану Курайза и его влияние на исход битвы Как уже упоминалось, племя Бану Курайза заключило договор с посланником Аллаха Мириму, однако во время противостояния с многобожниками вождь Бану Надир Хуяй бин Ахтаб явился к вождю Бану Курайза Кабу бин Асаду и склонил его к измене и разрыву вышеупомянутого договора, после чего Каб переметнулся на сторону Курейшитов. Войны Бану Курайза стояли на южных подступах к Медине, а мусульмане находились к северу от города, и вследствие этого предательства их женщины и дети подверглись большой опасности, так как защитить их было некому. Узнав об этом, посланник Аллаха Мириму послал на защиту семьи мусульман Масламу бин Аслама двумя стами воинов, а также Зейда бин Харису, выделив ему 300 человек. Кроме того, он поручил заняться разведкой Сааду бин Муазу, Сааду бин Убади и несколько другим ансарам. Они выяснили, что иудеи действительно совершили самое худшее в подобных обстоятельствах и стали открыто проявлять свою враждебность, оскорбляя посланника Аллаха Мириму и говоря, «Кто такой посланник Аллаха? Ни о чем мы с Мухаммадом не договаривались». Выяснив это, разведчики вернулись обратно и сказали посланнику Аллаха Мириму «Удаль и Кара», что означало «Бану Курайза предали нас подобно тому, как сделали это племена Удаль и Кара с нашими людьми вараджи». Когда люди узнали об этом, их охватил сильный страх, о чем Аллах Всевышний сказал так. «И тогда взоры замерли от страха, сердца поднялись глотком и стали выдумать об Аллахе разное. Там верующие подверглись испытанию и испытали сильное потрясение». 33 сура, 10-11 аят. Что же касается лицемеров, то они принялись гадать по звездам, и некоторые из них стали говорить «Мухаммад обещал, что станут принадлежать нам сокровища Ирана и Рума, а никто из нас не может даже спокойно справить нужду». Другие говорили «Обещанное нам Аллахом и посланникам Его оказалось только обманом» 33 сура, 12 аят. А третьи говорили так «О, жители Ясриба, вы не можете противостоять нам, возвращайтесь же назад» 33 сура, 13 аят. Те из них, кто решил покинуть поле битвы, обратились за разрешением на это к посланнику Аллаха Мирьему и сказали «Поистине, дома наши остались без защиты» 33 сура, 13 аят. Хотя это не соответствовало действительности. Посланник Аллаха Мирьему был очень обеспокоен известиями об их предательстве. Он завернулся в свой плащ, лег и долго не вставал, а когда поднялся со своего места, воскликнул «Аллах велик!» и порадовал мусульман вестью о скорой победе и помощи. Сначала пророк Мирьему и благословение Аллаха хотел послать к вождю племени Гатафан Уэйни бин Хизну человека с предложением отдать ему треть урожая фиников Медины, если тот уведет прочь от города своих воинов. Но с этим не согласились главы племен Аус и Хазрадж Саад бин Муаз и Саад бин Убада, которые сказали «Когда и мы, и они были многобожниками, они не могли мечтать о том, чтобы получить от нас хотя бы один финик». Так неужели же стали мы давать им что-то после того, как Аллах почтил нас, приведя нас к исламу и общению с тобой? Клянемся Аллахом, не увидят они от нас ничего, кроме мечей. И посланник Аллаха Мирьему одобрил их слова. Ослабление многобожников и завершение нашествия Поистине, Аллах является Творцом всего происходящего. В этих трудных обстоятельствах посланнику Аллаха Мирьему явился человек из племени Гатафан по имени Нуам бин Масуд, который сказал ему «О, посланник Аллаха, поистине, я принял ислам, но мои соплеменники не знают об этом. Приказывай же мне, что хочешь». В ответ ему пророк, Мирьему и Благословение Аллаха, сказал «Что ты можешь сделать в одиночку? Впрочем, ты можешь попытаться увезти их от нас, ведь поистине война – это обман». После этого Нуаим отправился в лагерь Бану Курайза, где его приняли с почетом, так как он дружил и с иудеями, и с курейшитами. Нуаим сказал «Вы знаете, как я люблю вас и какие отношения между нами существуют, и поэтому я хочу сказать вам нечто, если только вы не выдадите меня». Они пообещали ему это, и тогда он сказал «Вам известно о том, что постигло людей из племен Бану Кайнука и Бану Надир, и тем не менее, вы поддержали курейшитов и готофанцев, а ведь их положение отличается от вашего, ибо это ваш город, в котором остались ваши семьи и ваше имущество, и который вы покинуть не можете. Что же касается их родных мест и их жен, то они далеки, и поэтому, если им предоставится удобный случай, они используют его, а если нет, они уйдут и оставят вас Мухаммаду, который отомстит вам, как ему будет угодно». Выслушав его, они спросили, «Что же нам делать?» Он ответил, «Не сражайтесь вместе с ними, пока они не дадут вам своих заложников», и они сошли его мнение правильным. После этого Нуайм отправился к Курейшитам, встретился с их предводителем и сказал, «Вы знаете, как я люблю вас и как хорошо отношусь к вам». И они сказали, «Да». Тогда он сказал, «Я хочу сказать вам нечто при условии, что вы не выдадите меня». Когда Курейшиты пообещали ему это, Нуайм сказал, «Иудеи сожалеют о том, что они расторгли договор с Мухаммадом и боятся, что вы вернетесь к себе домой и оставите их с ним один на один, и поэтому они написали ему послание, где сказано, что они возьмут у вас заложников и выдадут их ему, а потом снова поддержат его в борьбе против вас, чем он, конечно, был очень доволен. Берегите же их, если они действительно потребуют у вас заложников, никого им не отдавайте». Затем Нуайм встретился со старичными племени Гатафан и сказал им нечто подобное. Благодаря осуществлению этого мудрого плана, души многобожников охватили сомнение, и поэтому, когда Абу-Суфиян послал людей к царишнам Бану-Курайза, призывая их к участию в боевых действиях на следующий день, они сказали, «Завтра суббота, а все наши беды постигли нас лишь из-за того, что мы нарушали закон. Кроме того, мы не будем сражаться с вами до тех пор, пока вы не выдадите нам заложников, чтобы вы не покинули нас и не возвратились к себе». Услышав это, Курайшиты и люди из племен Гатафан сказали, «Клянемся Аллахом, Нуайм говорил правду». А через некоторое время Курайшиты снова послали к иудеям человека, чтобы сказать им, «Мы не дадим вам ни одного заложника, однако вы все же должны принять участие в этом бою». Тогда иудеи тоже сказали, «Правду говорил Абу-Нуайм». И все это привело к тому, что боевой дух и тех, и других упал, и они утратили былую решимость. Что же касается мусульман, то они взывали к Аллаху, говоря, «О Аллах, прикрой нашу наготу и всели веру в наши сердца». А посланник Аллаха, мир ему, обратился к своему всемогущему и великому Господу с такой мольбой, «О Аллах, неспославший Писание и скорый в расчете, разбей эти племена и потряси их». И тогда Аллах наслал на союзников ураганный ветер и свое воинство, состоящее из ангелов. Сердца многобожников охватил страх, а их котлы и палатки опрокинулись на землю. Кроме того, им стало так холодно, что они уже не могли оставаться на одном месте и стали готовиться к возвращению. Через некоторое время посланник Аллаха, мир ему, отправил на разведку Хузаифу, доводи доволен им Аллах, который проник в ряды врагов, а потом вернулся назад. При этом он совершенно не чувствовал холода, наоборот, ему было так жарко, будто он находился в парной бане. Вернувшись назад, он сообщил, что курейшиты собираются уходить, и заснул. Утро мусульмане увидели, что лагерь многобожников совершенно пуст, а Аллах Всевышний сказал об этом так. Как неяростны были неверные, Аллах отогнал их в бегство, и они не добились успеха. Аллах избавил верующих от сражения только, ведь Аллах Всесильный, Всемогущий. 33 сура 25 аят Нашествие племен на Медину началось в месяц Шаваль пятого года хиджи, а завершилось примерно через месяц, то есть в месяц Зулькада того же года. Оно явилось наиболее масштабной попыткой врагов ислама нанести удар по Медине и покончить с исламом и мусульманами. Однако Аллах расстроил их планы и обратил все их козни против них самих. Помимо всего прочего, неудача столь крупных сил означало, что всевозможные мелкие и разрозненные группировки тем более не могли помышлять о том, чтобы осмелиться напасть на Медину, на что указал и пророк миримый благословения Аллаха, который сказал, «Теперь мы будем нападать на них, а не они на нас, и мы пойдем на них». Так закончилось великое стояние Урва, из которого пророк миримый благословения Аллаха вышел победителем почти без потерь. Поход на Бану Курайза Когда посланник Аллаха мириму вернулся в Медину после завершения битвы Урва, снял с себя оружие и одежду и приступил к полному обновению в доме Ум Саламы, к нему явился Джибриль мириму. Он велел пророку мириму и благословения Аллаха выступить против Бану Курайза и сказал, «Поистине, я пойду перед тобой, сотрясу их укрепление и вселю в их сердца страх». А затем сам двинулся на них во главе других ангелов. Что же касается посланника Аллаха мириму, то он обратился к людям с такими словами «Пусть тот, кто слушает и повинуется, совершит послеполуденную молитву только у поселения Бану Курайза». После этого он оставил за себя в Медине Ибн Ум Мактума, вручил знамя Али бин Абуталибу и отправил его туда с группой воинов раньше других. Увидев его, люди из племени Бану Курайза начали оскорблять посланника Аллаха мириму и говорить всякие мерзкие слова. Между тем, мусульмане спешили выступить из Медины, но ко времени после полуденной молитвы некоторые из них были еще в пути. Одни совершили эту молитву немедленно, другие же отложили ее до тех пор, пока не достигли укреплений Бану Курайза. Посланник Аллаха мириму во главе мухаджиров и ансаров также выступил из Медины и через некоторое время достиг одного из колодцев под названием Анна. Аллах Всевышний внушил страх людям из племени Бану Курайза, которые спрятались в своих укреплениях и не решились вступить в открытый бой с мусульманами, осадившими их селения со всех сторон. Когда дело стало затягиваться, предводители Бану Курайза изъявили желание посоветоваться со своими союзниками из числа мусульман. Они потребовали от посланника Аллаха мириму прислать к ним Абу Любабу. Абу Любаба принадлежал к роду Амар бин Ауф племени Аус, которая еще до битвы урва заключила союз с Бану Курайза, что и было сделано. Когда Абу Любаба вошел в одно из закреплений Бану Курайза, его окружили мужчины и плачущие женщины с детьми, которые стали спрашивать его, советует ли он им сдастся на милость победителя. Он ответил «Да» и провел ладонью по горлу, желая дать им понять, что все они будут казнены. Однако Абу Любаба тут же осознал, что сделав это, он предал Аллаха и его посланника. Тогда он покинул укрепление, направился к мечети пророка, мир ему и благословения Аллаха, привязался там к одному из столбов и поклялся, что покинет мечеть лишь в том случае, если посланник Аллаха, мир ему, своими руками отвяжет его от столба. Когда об этом рассказали пророку, мир ему и благословения Аллаха, он сказал, если бы он пришел ко мне, я обязательно попросил бы Аллаха простить его. Однако, что сделано, то сделано. И пусть судьбу его теперь решает Аллах. С каждым днем осады бойцы Бану-Курайза все больше и больше утрачивали боевой дух, а через 15 дней решили сдаться посланнику Аллаха, мир ему. Он велел взять под стражу мужчин, отделил от них женщин и детей и потребовал от их союзников из племени Аус, чтобы те хорошо обращались с ними, поступив с этими людьми точно так же, как в свое время он поступил с союзниками хазраджитов из племени Бану-Кайнука, Сделав это, посланник Аллаха, мир ему, спросил Ауситов, не хотите ли вы, чтобы судьбу их решил один из вас? И они ответили да. Тогда пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, так пусть же сделает это Саад бин Муаз, и они сказали, мы согласны. В это время Саад, да будет доволен им Аллах, находился в Медине из-за ранения, полученного им в битве урва, и поэтому его привезли к пророку, мир ему и благословение Аллаха, на осле. Когда Саад приблизился к посланнику Аллаха, мир ему, тот сказал, подойдите к главе своего племени. Ауситы подошли к нему с двух сторон и стали обращаться к нему, говоря, о Саад, окажи благодеяние тем, кто пользовался твоим покровительством. Сначала Саад хоронил молчание, но когда те стали настаивать, сказал, настал такой момент, когда Саад должен доказать, что он не боится ничьих упреков, если дело касается Аллаха. Услышав эти слова, некоторые Ауситы вернулись в Медину и сообщили людям, что скоро им придется оплакивать Бану Курайза. Когда к прибывшему к посланнику Аллаха Мириму Сааду сказали, что ему предстоит решить судьбу племени Бану Курайза, он и объявил, что следует казнить всех мужчин, обратить в рабство женщин и детей и разделить все имущество Бану Курайза, после чего посланник Аллаха Мириму сказал, «Ты решил их судьбу так же, как сделал бы это Аллах, Который выше семи небес». Кроме того, приговор Саада соответствовал и положениям религиозного закона иудеев, но был мягче по сравнению с ними. После того, как Саад Бану Муаз принял это решение, мужчин Бану Курайза привели в Медину и поместили под охраной во дворе дома одной женщины из племени Бану Наджар по имени Бинд Харис. На рынке Медины для них были вырыты рвы, а потом мужчин стали группами приводить туда и казнить. Всего их было четыреста человек, а по другим сведениям от шестиста до семиста. Вместе с ними был обезглавлен и вождь Бану Надир Хуяй бин Ахтаб, являвшийся одним из тех двадцати предводителей иудеев, которые подбивали курейшитов и вождей племени Гатафан к походу на Медину. Он же впоследствии явился к вождям Бану Курайза и убедил их расторгнуть договор с пророком Мириму, в результате чего те предали мусульман в самую трудную минуту, договорившись с Хибен Ахтабом о том, что тот будет с ними и разделит их судьбу. И он оставался с ними и во время отсады, и после этого вплоть до самой казни. Несколько человек из числа Бану Курайза еще до этого приняли ислам, и им не сделали ничего дурного. А некоторых из них мусульмане попросили отдать им, и те приняли ислам позднее. Вместе с мужчинами была казнена и одна женщина, которая сбросила жернов на Халяда бин Сувайда и убила его. Когда имущество Бану Курайза было собрано, оказалось, что мусульманам досталось 1500 мечей, 300 кольчуг, 2000 копий, 500 щитов, а также много всякой домашней утвари, овец и верблюдов. Все их имущество, включая пальмы и пленных, было разделено между участниками похода после выделения в распоряжение пророка Мирьему пятой части добычи. После этого пленные были отправлены в Недж и проданы, а на полученные деньги закупили оружие. Из числа пленных пророк Мирьему и благословения Аллаха выбрал для себя Райхану бин Зейд бин Амар, которая по одним сообщениям стала его наложницей, по другим же он освободил ее и женился на ней. Она скончалась после прощального паломничества пророка Мирьему и благословения Аллаха, то есть после 632 года. После того, как вопрос Бану Курайза был решен, Сад бин Муаз получил ответ на свою мольбу, с которой он обратился к Аллаху после ранения. Он находился во дворе мечети пророка Мирьему и благословения Аллаха, где для него была поставлена палатка, чтобы посланнику Аллаха Мирьему не приходилось далеко ходить к больному. Но через некоторое время на него наступила овца, рана на его груди открылась, и он истек кровью. А когда его хранили, ангелы несли его погребальные носилки вместе с людьми. Что же касается Абу Любабы, то он провел в мечети шесть дней. В это время к нему приходила жена, которая отвязывала его перед каждой молитвой, после чего он снова привязывался к столбу, и после этого пророку Мириму и благословения Аллаха, находившемуся в доме Ум-Саламы, да будет доволен ею Аллах, была ниспослана весть о том, что покаяние Абу Любабы принято, и она порадовала его этим известием. Люди хотели отвязать его, но он отказался от этого, так как желал, чтобы его отвязал сам посланник Аллаха Мириму, который сделал это, когда проходил мимо него, направляясь на утреннюю молитву. После завершения похода на Бану Курайза, мусульмане предприняли еще несколько военных операций, на важнейших из которых мы кратко остановимся ниже. Убийство Абу Рафия Саляма бин Абуль Хукайка Абу Рафии был крупным купцом из Хиджаза, главой иудеев Уазиса Хайбар и одним из главных инициаторов и подстрекателей нашествия племен на Медину. После того, как мусульмане вышли победителями из битвы Урва и покончили с Бану Курайза, пятерым хазраджитам, желавшим снискать такую же славу, какую снискали ауситы, в свое время убившие Каба бин Аляшрафа, было поручено убить этого человека. Эти хазраджиты добрались до укрепления Абу Рафия в окрестностях Хайбара, когда солнце уже зашло. Там назначенный старшим под ними Абдуллах бин Атик велел им «Оставайтесь здесь, а я постараюсь поговорить с привратником и, может быть, мне удастся войти». Потом он приблизился к воротам укрепления, прикрываясь одеждой так, будто хотел справить нужду. И привратник сам обратился к нему, сказав «О, раб Аллаха, если хочешь войти, то входи, ибо я собираюсь запереть ворота». Привратник принял Абдуллаха за одного из своих слуг. Воспользовавшись этим, он вошел внутрь и прятался, пока все не заснули, а потом взял ключи и открыл ворота, чтобы облегчить себе путь к бегству в случае необходимости. После этого Абдуллах направился к дому Абу-Рафи, и каждый раз, открыв какую-нибудь дверь, он сразу же запирал ее изнутри, чтобы, если бы его обнаружили, никто не мог добраться до него, пока он не убьет Абу-Рафи. Проникнув в его дом, он оказался в темном помещении среди домочадцев хозяина, не зная, где именно тот находится. Тогда он позвал его, «О, Абу-Рафи!» Тот спросил, «Кто здесь?» Абдуллах пошел на его голос и нанес ему удар мечом, но промахнулся. Ему пришлось выскочить из дома, но он тут же вернулся, будто бы желая ему помочь и спросил его, изменив голос, «Что это за шум, о, Абу-Рафи?» Тот отозвался, «Горе твоей матери! Какой-то человек проник в мой дом и ударил меня мечом!» Тогда Абдуллах снова пошел на голос и опять нанес Абу-Рафи удар, но не убил а ранил Абу-Рафи после чего еще раз ударил его в живот и вышел наружу открывая одну дверь за другой. В эту ночь ярко светила луна, но у Абдуллаха было слабое зрение и сделав шаг с лестницы он упал так как решил, что уже находится на земле. Он сильно ушиб ногу и перевязал ее своей чалмой, а потом спрятался у ворот, когда же прокричал петух на стены укрепления поднялся человек и призвал людей оплакивать Абу-Рафи так Абдуллах узнал, что тот умер. После этого он пробрался к своим товарищам и они вместе вернулись в Медину. Встретившись с посланником Аллаха мир ему, они обо всем ему рассказали и тогда пророк мир ему и благословение Аллаха потер его ногу своей рукой, после чего боль мгновенно утихла, будто ее и не было. Пленение правителя Ямамы Сумама бин Усаля В свое время Сумама был одним из наиболее ярых ненавистников Ислама и посланника Аллаха мир ему, которого даже собирался убить в месяце Мухарам шестого года хиджи по приказу лжеца Мусайлимы. Мусайлима лже-пророк родом из Ямамы. Однако в это время назад возвращался Мухаммад бин Маслама, который был направлен во главе отряда из тридцати всадников в сторону Ад-Дары, что находится на расстоянии семи дней пути от Медины по направлению к Басри для наказания племени Бану-Бакар бин Киляб. Столкнувшись с Умамой на своем пути, воины взяли его в плен, привезли в Медину и привязали к одному из столбов мечети. Через некоторое время мимо него прошел пророк мир ему и благословение Аллаха, который спросил пленника, «Что скажешь, о Сумама?» Тот ответил, «У меня все в порядке, о Мухаммад». «Если ты убьешь меня, будет кому за меня отомстить, и если обойдешься со мной хорошо, я не забуду этого, а если хочешь получить выкуп, скажи, и ты получишь, что хочешь». Однако пророк мир ему и благословение Аллаха покинул его. На второй, как и на третий день, они снова встретились и сказали друг другу те же слова, после чего посланник Аллаха мир ему велел «Отпустите Сумаму», и его освободили. Получив свободу, Сумама совершил полное омовение и принял ислам, а потом сказал пророку мир ему и благословение Аллаха, «Клянусь Аллахом, не было на земле лица более ненавистного для меня, чем твое лицо, но теперь оно стало для меня самым любимым». «И клянусь Аллахом, не было на земле религии более ненавистной для меня, чем твоя религия, но теперь она стала для меня самой любимой». Возвращаясь домой, Сумама заехал в Мекку, чтобы совершить умру, и курейшиты обрушились на него с упреками за то, что он принял ислам. Он же ответил им следующим образом, «Клянусь Аллахом, теперь без разрешения посланника Аллаха мир ему, вы не получите из имамы и зернышка пшеницы». Покинув Мекку, он запретил своим подданным продавать пшеницу мекканцам, в результате чего через некоторое время они стали голодать и были вынуждены написать посланнику Аллаха мир ему, моля его разрешить с умами продавать им продукты, что он и сделал. Поход на Бану-Лихьян Люди из племени Бану-Лихьян, повинные в гибели мусульман вар-Роджи, обитали в Хиджазе на территории, простиравшейся вплоть до границы Усфана. До поры до времени посланник Аллаха мир ему не принимал никаких мер против них, но после завершения битвы у Рва и снятия осады с Медины он оставил за себя в городе Ибн-Ум-Мактума и в месяце Рабби Аляваль шестого года хиджры повел на Бану-Лихьян двести пеших воинов и двадцать всадников. Мусульмане двигались очень быстро и уже скоро достигли в Аде Бат-Нгаран, где погибли их товарищи. Посланник Аллаха мир ему, который провел на этом месте два дня, совершил множество молитв за своих убитых сподвижников, призывая на них благословение Аллаха. Тем временем люди из Бану-Лихьян попрятались в горах и никого из них не удалось найти. Тогда пророк мир ему и благословение Аллаха послал десять садников в сторону Усфана, чтобы напомнить о себе Курейшитам и вселить в их сердца страх. А сам вернулся в Медину после двухнедельного отсутствия. Отряд Зейда нападает на караван в Аль-Айси, а Абуль-Ас, муж дочери пророка мир ему и благословение Аллаха Зайнаб, да будет доволен ею Аллах, принимает ислам. В месяце Джумад Аль-Улля шестого года хиджры посланник Аллаха мир ему отправил 270 всадников под началом Зейда бин Харисы, да будет доволен им Аллах в Аль-Айс, где они напали на возвращавшийся из Сирии караван Курейшитов, который вел Абуль-Ас бин Ар-Раби, муж дочери пророка мир ему Зайнаб. Мусульмане захватили этот караван и взяли в плен всех, кто его сопровождал, кроме Абуль-Аса, который ускользнул от них, явился в Медину и обратился к Зайнаб с просьбой о заступничестве. Абуль-Ас попросил ее также поспособствовать тому, чтобы посланник Аллаха мир ему вернул ему все захваченное и он действительно вернул ему абсолютно все. Абуль-Ас был одним из немногих людей, которым меканцы доверяли вести торговые дела на свои деньги. Получив свои товары, он вернулся в Мекку и вернул людям все, что у них брал, а после этого принял ислам и переселился в Медину, где посланник Аллаха мир ему восстановил его брак Зайнаб после того, как они в течение трех с половиной лет жили отдельно друг от друга. Тогда еще не было неспосланы аяты, запрещавшие выдавать мусульманок замуж за неверных и поэтому их брак все это время оставался нерасторгнутым. Кроме того, в этот период посланник Аллаха мир ему направил несколько отрядов мусульман в другие места, что имело большое значение, поскольку способствовало обузданию врагов и обеспечению безопасности далеко за пределами Медины, а через некоторое время пророку мир ему и благословение Аллаха сообщили нечто такое, что заставило его двинуться в поход против рода Бану Аль-Мусталик. Поход на Бану Аль-Мусталик известный также, как поход на Аль-Мурайси. Род Бану Аль-Мусталик представлял собой одно из ответвлений племени Хуза. В целом, все это племя поддерживало посланника Аллаха мир ему и хорошо относилось к нему, но этот род поддерживал курейшитов. Когда пророку мир ему передали, что люди из рода Бану Аль-Мусталик готовятся к сражению с ним, он послал к ним Бурайду бин Аль-Хасиба, поручив ему проверить достоверность этих сведений. После того, как все подтвердилось, пророк мир ему и благословение Аллаха оставил за себя в Медине Зейда бин Харису. По другим сведениям, он оставил за себя Абу Зарра и поспешил выступить против Бану Аль-Мусталик во главе 700 воинов, чтобы застигнуть их врасплох в районе колодца Аль-Мурайси, где жили эти люди. В результате внезапного нападения некоторые мужчины из Бану Аль-Мусталик разбежались, а некоторые другие были перебиты, после чего их жены и дети вместе со всеми имуществом достались мусульманам. Скорее всего, этот поход состоялся в месяце Шабан 6-го года Хиджжи. Среди пленных находилась и Джувайрия, дочь главы Бану Аль-Мусталик Аль-Хариса бин Абу Дирара. Вернувшись в Медину, пророк мир ему и благословение Аллаха освободил ее и взял себе в жены после того, как она приняла ислам. Затем мусульмане освободили еще 100 человек из числа Бану Аль-Мусталик, которые приняли ислам и стали говорить, «Теперь мы стали родственниками посланика Аллаха мир ему по женской линии. Таким образом, Джувайрия, да будет доволен ее Аллах, принесла своим соплеменникам больше блага, чем любая иная женщина». Таковы обстоятельства похода на Бану Аль-Мусталик. В них нет ничего необычного, за исключением того, что во время этого похода имели место два неприятных события, которые лицемеры постарались использовать, чтобы посеять раздоры не только в мусульманском обществе, но и в семье пророка. Мир ему и благословение Аллаха. Слова главы лицемеров Ибн Убая «Поистине, когда мы вернемся в Медину, могущественные выгонят из нее презренных». Причиной этого послужило то, что один из союзников мухаджиров поспорил с неким ансаром из-за воды у колодца Аль-Мурайси. И дело кончилось тем, что мухаджир ударил ансара. После этого ансар стал звать на помощь своих товарищей, а мухаджир своих. И скоро там собралось множество людей с обеих сторон. Узнав об этом, посланник Аллаха Мир ему поспешил к ним и сказал, «Неужели в моем присутствии вы поступите так же, как поступали во времена Джахилии?» После чего они одумались и разошлись. Среди участников этого похода находилась и группа лицемеров, которые до этого никогда не принимали участие в сражениях. Во главе с Абдуллахом бин Убайем. Узнав об этом происшествии, он пришел в ярость и воскликнул, «Неужели они осмелились сделать это? Они стали враждовать нами и превзошли нас по численности на нашей собственной земле». Клянусь Аллахом, правильно говорили старики? Раскормишь свою собаку, так она тебя же и съест. Клянусь Аллахом, когда мы вернемся в Медину, могущественные выгонят оттуда презренных. Таким образом, к числу могущественных он отнес себя, а к числу презренных посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и да упасет он нас от подобного. И он принялся всячески разжигать смуту и даже сказал своим товарищам, вы сделали это собой своими собственными руками, ибо вы поселили их на своей земле и поделились с ними своим имуществом, а если бы вы не отдавали им свое добро, то они ушли бы от вас в другое место. Он произнес эти слова в присутствии одного искренне верующего юноши, которого звали Зейд бин Аркан. Он не мог терпеть это и сразу же передал его слова посланнику Аллаха мир ему, который призвал к себе Абдуллаха бин Убая и спросил его об этом. Однако тот стал клясся, что ничего подобного не говорил, после чего Аллах неспослал Суру лицемеры, в которой покрыл его позором, и позор этот останется на нем до самого дня воскресения. Сын этого лицемера, которого также звали Абдуллах, был истинно верующим. Он встал у ворот медины с мечом в руках и заявил собственному отцу, клянусь Аллахом, ты не пройдешь здесь, пока не получишь на это разрешение от посланника Аллаха мир ему, ибо это он могущественный, а ты презренный. Узнав об этом, пророк мир ему и благословение Аллаха послал к ним человека, которому велел передать, что разрешает Ибн-Убаю пройти, и лишь тогда сын дал ему дорогу. Клеветнические заявления лицемеров Причиной второго неприятного инцидента послужило следующее. Возвращаясь домой после похода на Бануль-Мусталик, пророк мир ему и благословение Аллаха остановился на отдых неподалеку от Медины, а когда наступила ночь, дал сигнал трогаться в путь. В походе принимала участие и Аиша, да будет доволен ею Аллах, которая в это время отлучилась по своей надобности, вернулась назад, обнаружила, что потеряла свое ожерелье. Тогда она пошла туда, где могла оставить его и искала ожерелье, пока не нашла его. Тем временем участники похода двинулись в путь, погрузив на верблюда и ее паланкин. Они были уверены в том, что она находится внутри этого паланкина и не обратили внимания на его легкость, поскольку Аиша была легка, а их было много. Придя на стоянку, Аиша уже никого там не застала. Тогда она присела на землю, решив, что они заметили ее отсутствие и вернутся на это место. А через некоторое время ее одолела дремота и она заснула. Один из подвижников пророка Мириму по имени Сафам бин Аль-Муаталь, да будет доволен им Аллах, который любил поспать и всегда вставал поздно, отстал ото всех и этой ночью отдыхал в одиночке. После пробуждения он двинулся в путь по следам своих товарищей и через некоторое время увидел спящего человека. Приблизившись к нему, он понял, что это Аиша, поскольку ему приходилось видеть ее еще до того, как она стала носить покрывало. Узнав Аишу, он воскликнул «Поистине, мы принадлежим Аллаху и к нему мы вернемся». Неужели это жена посланника Аллаха мир ему и больше не произнес ни слова? Аиша да будет доволен ею Аллах проснулась от его голоса и прикрыла лицо одеждой. Ас-Сафам подвел к ней свою верблюдицу и заставил ее опуститься на колени, а когда Аиша уселась на нее, он взял верблюдицу под усы и довел ее до следующей стоянки отряда, расположившегося на отдых в Нахар Аз-Захира. Увидев это, враг Аллаха Абдуллах бин Убай сразу нашел повод для проявления скрываемой им ненависти и принялся ложно обвинять Аишу в супружеской неверности, повсюду распространяя свою клевету и добавляя к этому всевозможные вымышленные им самим подробности. Друзья Абдуллаха бин Убая, которые старались не отставать от него, продолжали распространять эти домыслы и после возвращения в Медину, в результате чего на их обман поддались и некоторые из верующих. Вернувшись в Медину, Аиша да будет доволен ею Аллах заболела и болезнь ее продолжалась целый месяц, в течение которого люди в Медине находились в состоянии возбуждения подогревавшегося клеветниками. Тогда как Аиша да будет доволен ею Аллах ничего не знала об этом. Ее смущало лишь то, что посланник Аллаха мир ему уже не был к ней столь добр, как прежде. Теперь он мир ему и благословение Аллаха только заходил к ней, приветствовал ее и справлялся о здоровье, а потом возвращался к себе, не присаживаясь у ее постели. Все это время пророк мир ему и благословение Аллаха хранил молчание и не разговаривал с людьми, но поскольку ожидание не с послания откровения затянулось, в конце концов он созвал на совет своих сподвижников. Али посоветовал ему расстаться с ней, а Усама бин Зейду другие оставить ее, так как они считали, что она ни в чем не повинна. Тогда пророк мир ему и благословение Аллаха поднялся на Минбар и потребовал от человека, из-за которого его семьи начались раздоры, то есть от Абдуллаха бин Убая, непровержимых доказательств, выдвигаемых им обвинений. Когда его слова услышал вождь Ауситов, он выразил желание покарать клеветника смертью, что привело в ярость главу хазраджитов, так как Ибн Убай принадлежал к племени хазрадж. Дело чуть было не дошло до столкновения между Ауситами и хазраджитами, однако посланник Аллаха мир ему успокоил людей. В тот же день, когда уже стемнело, Аиша, да будет доволен ею Аллах, оправившаяся от болезни, вышла из дома по своей надобности в сопровождении одной женщины по имени Ум Мистах. Эта женщина наступила на край своего плаща и в сердцах принялась проклинать собственного сына Мистаха, что не понравилось Аиши. Тогда эта женщина рассказала ей о слухах, которые распространялись по Медине, клеветниками, добавив к этому, что ее сын также передает людям их слова. Когда Аиша, да будет доволен ею Аллах, вернулась к себе, она испросила разрешение послания к Аллаху мир ему и ушла к своим родителям, которые обо всем рассказали ей. Услышав подтверждение словам «Ум Мистах», она заплакала и безостановочно продолжала плакать в течение двух ночей и одного дня, не сомкнув глаз, так что ее родители даже стали опасаться, что из-за этого она лишится последних остатков сил. Наутро по истечении второй из этих двух ночей посланник Аллаха мир ему пришел к ней, сел, произнес слова свидетельства и сказал, «А затем «О Аиша, дошло до меня у тебя то-то и то-то. Если ты ни в чем не повинна, то Аллах оправдает тебя. Если же ты согрешила, то попроси прощения у Аллаха и покайся перед Ним, ибо когда раб признается в своем грехе, а потом кается, Аллах принимает его покаяние». Когда она услышала эти слова, ее слезы высохли, и она попросила своих родителей дать ответ, но они не знали, что сказать. Тогда Аиша сама сказала, «Я узнала, что вы услышали эти слова, и они запали вам в душу так, что вы поверили в это. И поэтому, если бы я сказала вам, что я невиновна, а Аллах знает, что оно так и есть, вы не поверили бы мне. А если бы я призналась в этом, а Аллах знает, что я к этому не причастна, то вы поверили бы мне. Клянусь Аллахом, я не знаю, что сказать, я могу лишь повторить слова Юсуфа, «Мне лучше хранить терпение, и лишь к Аллаху следует обращаться за помощью против того, о чем вы говорите». 12 сура, 18 аят. После этого Аиша, да будет доволен ею Аллах, ушла и легла на свою постель, а через некоторое время посланнику Аллаха, мир ему, было ниспослано откровение. Тогда он заулыбался, и первыми словами его после этого были слова «О Аиша, Аллах оправдал тебя». Мать Аиши сказала ей «Иди к нему», но она отказалась. Что же касается аятов, которые Аллах не послал в оправдании Аиши, да будет доволен ею Аллах, то они начинаются с аята, в котором сказано «Поистине те, которые возвели великую ложь, входят в группу из вас самих же. Не считайте ее, имеется в виду ложь, зло для вас, напротив, это для вас благо. Каждого мужа из них постигнет наказание за его грех, а тому, кто повинен в этом, в наибольшей мере уготовано великое наказание». 24 сура, 11 аят и заканчивается 20 аятом суры Свет. После этого посланник Аллаха мир ему обратился к людям и прочитал им слова Аллаха, неспосланные им в оправдании Аиши, да будет доволен ею Аллах. Затем он спустился вниз с Винбара и велел подвергнуть бичеванию за распространение клеветы двух мужчин и одну женщину из числа верующих, каждый из которых получил по 80 ударов. Наказанию подверглись Хасан бин Сабит, Мистах бин Усаса и Хамна бин Чахш. Что же касается главы лицемеров Абдуллаха бин Убая и его товарищей, то в мире дольном эти люди не подверглись наказанию, однако в день воскресения все они предстанут пред Аллахом и в день этот никому не помогут ни богатства, ни множество сыновей, если не явится человек к Аллаху со здравым сердцем.